Конан Дойль написал 4 повести и 56 рассказов о Шерлоке Холмсе. Но на самом деле книг о великом сыщике более полутора тысяч. Конечно, за авторством его искренних последователей. И в них Шерлок Холмс был и роботом, и инопланетянином, и пришельцем с другого времени, и даже вампиром. Доктору Ватсону повезло еще меньше. Он был не только женщиной, но еще собакой и вязаной игрушкой. Они с Холмсом в самые разные времена на страницах книг и киноэкранах раскрыли множество преступлений. А все потому, что этого литературного героя очень любят. За что? В этом попыталась разобраться Елена Соловьева на квартирнике в библиотеке имени Карла Маркса. На один вечер Могилевская городская библиотека поменяла прописку на Бейкер-стрит 221-Б. Лейтмотивом тематической вечеринки с литературным уклоном стала история сыщика Шерлока Холмса. Она выпила там петку? Как она выпила на северную? Для чего тогда вторая? Да это для нашей милы. Если не нравится, как дуракон Анатолий. Это в огромных тонах. Гостям квартирника предложили примерить на себя амплуа детектива и попробовать себя в дедукции. Кто знает, может быть, среди них есть великий Шерлок. В библиотечном подвале случилось убийство. Ключ к разгадке искали по-разному. Одни обращались к собственным литературным познаниям, другим в помощь был Гугл. Два кусочка собачьего корма. Мне всё равно, что вы с ним будете делать. Но вы мне должны сказать, с каким вкусом один, с каким вкусом второй. Это же лентарда в акции. Да не одинаковый вкус. Молодцы. В меню английского бара корма собаки Баскервилли нет. Зато есть капкейки, пирог, печенье и, конечно же, овсянка, сэр. Правда белорусская. Всё за заработанное в дедуктивной игре фунты стерлингов. Десятки актёров пробовали себя в роли Шерлока Холмса. Последними были американец Роберт Дауни-младший и британец Бенедикт Камбербэтч. Но самый лучший экранный образ английского сыщика получился у советского актёра Василия Ливанова. За это в 2006 году он был принят в орден Британской империи и награждён почётной приставкой к имени «Сэр». Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. Люблю всех Шерлоков. Новый Шерлок в лице Камбербэтча, конечно, безусловно, отыграл так, что его невозможно не любить. И там такие колоритные персонажи, которые, на мой взгляд, не удавались до этого. Поэтому Шерлок в прочтении Англии мой любимый. Тот персонаж, который жил в 19 веке, не прижился бы в 21 веке. А тот персонаж, который живёт сейчас в 21 веке, не прижился бы в 19 веке. Мне, наверное, ближе была книга. Потому что, как видит режиссёр, допустим, версию, и как вижу её я. Мне больше понравилась, конечно, моя версия. Английская версия популярна и в родной стране сыщика. Шерлок Холмс безумно популярен в Британии. Уже вышло несколько сезонов, и они всегда на вершинах рейтингов. Это феномен в Британии. Бейкер-стрит находится в северной части Лондона, недалеко от здания секретной службы МИ-6 и многих других интересных мест. Замечательное расположение, как раз вдали от торговых центров. Но 221Б – узнаваемые цифры, и многие люди приходят посмотреть на них. Кроме как мыслить дедуктивно, Шерлок научил нас, что мелочи существеннее всего. Что за одним небольшим исключением мир состоит из других. А смотреть и замечать – две большие разницы. И, конечно же, всё элементарно в Атсен. Шерлока продолжают разбирать на цитаты. Шерлок в первой серии сказал «I'm in game right now», то есть я уже в игре. «I'm in». Молодёжь знает Шерлока по сериалам. Старшее поколение любит взять в руки старый добрый детектив. Так или иначе, история Шерлока продолжается. Трансляция новых и модных сериалов тоже помогает. Стоит пройти по телевизору, тут же идут что-то вспоминать, брать книги. В чём секрет такой популярности Шерлока Холмса? Возможно, всему виной последователи Конан Дойла, которые поднимают рейтинги персонажу или актёры. А может, причина в профессии главного героя, которая, согласитесь, актуальна во все времена. Каждой эпохе свой Шерлок. Это элементарно.